Последние несколько дней Вивиан чувствовала себя неважно. Она даже хотела отказаться от вечеринки по случаю дня рождения своей лучшей подруги, которая жила за городом, но в последний момент согласилась, решив, что все будет хорошо. Тем более, что недавно ей удалось купить отличное платье, которое скрывало ее извилистые формы. В последние несколько месяцев Вивиан стала катастрофически быстро набирать вес, и никакие диеты совершенно не помогали. Женщина даже грустно шутила, что теперь она толстеет буквально от стакана воды. И вот, сидя за праздничным столом, Вивиан задумчиво смотрела на пузырьки шампанского в высоком бокале и слушала очередной тост в честь именинницы, как вдруг ее накрыла первая волна боли. С трудом она встала из-за стола, чтобы выйти на балкон и подышать свежим воздухом. Но стоило ей сделать несколько шагов, как она буквально согнулась пополам от новой волны охватывающей боли. Ее подруга остановила своего мужа, который в этот момент поздравлял ее, и бросилась к Вивиан. Заметив ее расширенные от ужаса глаза, она поняла, что подруге очень больно, и вызвала скорую помощь, так как все собравшиеся были уже немного пьяны, и такси сюда следовало заказать заранее. Вивиан осторожно положили на кушетку, но женщина от боли не могла ни сидеть, ни лежать. Все время до приезда скорой помощи показалось ей вечностью, и она уже всерьез думала, что умирает. Когда приехала машина скорой помощи, женщина была настолько измучена волнообразными схватками, что едва сдерживалась, чтобы не закричать во весь голос. Очень молодой фельдшер быстро осмотрел Вивиан, прощупал пульс и живот. «Сколько недель?» – спросил он, пристально вглядываясь в лицо женщины. «Что значит «сколько недель?» – ответила она. «Беременность. У вас самые настоящие схватки. Беременность. Но этого не может быть!» – прошептала она бледными губами и почувствовала, как теплая влага стекает по ее ногам. Видя это, фельдшер и его коллега быстро погрузили женщину в машину скорой помощи. Водитель включил сирену и ускорился. Он никогда в жизни не видел такой взрослой роженицы. Хотя за 20 лет работы в скорой помощи он возил их немало. Посмотрев на женщину, врач снял часы и начал что-то считать. Они мчались по шоссе уже минут 15, когда он приказал машине остановиться. Водитель заехал на небольшую парковку и удивленно обернулся. До больницы было еще полпути. «Мы не можем туда попасть», – объяснил врач, – у нее уже начались схватки. Пока водитель по рации вызывал подкрепление с детским реаниматологом, фельдшер еще раз внимательно осмотрела роженицу. Она заметила, как молодой человек тщетно пытается удержать свои руки от дрожи и начала мысленно молиться. Ей было безумно больно и стыдно. Кто бы мог подумать, что единственная за много лет ночь с мужчиной обернется таким кошмаром. И как она, опытная женщина, родившая двоих детей, могла не знать, что беременна. Тем временем врач подбадривал ее улыбкой и говорил, «Кричите, если станет легче». И давайте уже начнем тужиться и дышать. Через десять минут громкий крик ребенка разнесся эхом по дорожке. Счастливый врач быстро осмотрел и выходил недоношенного, но вполне жизнеспособного малыша. Он уже собирался поздравить мать со счастливым завершением ее неожиданной беременности, когда заметил, что схватки не прекращаются. «Не расслабляйтесь, дорогая. Похоже, у вас многоплодная беременность», – сказал он измученной женщине. Вивиан в панике схватилась за сердце и снова начала тужиться и молиться. Через пять минут на свет появился еще один малыш. Прибывшая в этот момент бригада перинатальной интенсивной терапии аплодировала пожилой роженица и врачу скорой помощи, сумевшим справиться с трудной ситуацией. Затем новорожденных быстро погрузили в специализированный автомобиль и отвезли в родильный дом. Туда же доставили и Вивиан. Малышей поместили в стерильный бокс для недоношенных детей, а родственникам разрешили навестить новоиспеченную маму. Первыми в больницу приехали ее дочь Камила и ее муж Скотт. Камила была потрясена и не могла понять, как ее мать могла не заметить, что она беременна, тем более близнецами. Вивиан лишь грустно оправдывалась, это все мое ожирение. Я думала, что просто набираю вес и поэтому сидела на диете. Когда дочь спросила, кто отец, Вивиан только покачала головой, и Камила немного обиделась, что ее мать скрывает такую важную информацию. В этот момент Камила повернулась к мужу, ища поддержки, и удивленно подняла брови. «Что случилось?» – спросила она. Скотт поднял на нее свое белое лицо и показал ей экран своего телефона. Дежурная медсестра любезно сделала для Вивиан фотографии ее новорожденных, потому что ей пока не разрешили их навестить. Именно эти снимки и рассматривал Скотт. Камила снова внимательно посмотрела на снимки. Сначала она не поняла, что потрясло ее мужа, а потом вздрогнула и перевела свой возмущенный взгляд на мужа. «Как ты смеешь?» У младенцев в отделении интенсивной терапии новорожденных на правом плече были большие родимые пятна. Точно такой же, как на плече мужа Камилы. Мужчина возмущенно посмотрел на жену. «Дорогая, перестань, как ты могла подумать?» «Тогда как ты можешь это объяснить?» Молодая женщина сердит и ткнула пальцем в экран. Скотт лишь вопросительно развел руками. «Я не знаю. Эти родинки в нашей семье передавались из поколения в поколение у всех мужчин рода. Они были у моего деда, у моего отца, у меня. Но я клянусь. Я не имею ничего общего с детьми твоей матери». Камила устало махнула рукой и сказала, что ей все и так ясно, и она собирается подать на развод. После этого, не глядя на мать, она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Расстроенный Скотт посмотрел на свою свекровь. «Пожалуйста, постарайся объяснить своей дочери, что между мной и тобой ничего не было. Это какое-то ужасное совпадение. Она действительно собирается подать на развод. Я не хочу ее потерять, ведь я люблю ее». И он бросился догонять Камилу. Вивиан чувствовала себя очень плохо и стыдно. Она была в ужасе от того, что не может сказать им, кто отец детей. Это было слишком тяжело для нее. Женщина лежала, отвернувшись к стене, и беззвучно плакала. Сквозь слезы она думала о том, что ей 55 лет, а не 30, и она недостаточно сильна. Конечно, сейчас она чувствовала себя неплохо, она не курила, и у нее не было серьезных проблем со здоровьем. Но это было сегодня, а что будет через 10 лет? От этих мыслей женщина расстроилась еще больше. Устав через некоторое время плакать, Вивиан уставилась в потолок, вспоминая, как она попала в такую ситуацию. В тот раз, перед свадьбой, жених ее дочери взял ее и Камилу, чтобы познакомить их со своим отцом, который вырастил его. Лоренс был отставным военным и вдовцом. Атмосфера просторного загородного дома располагала к романтике. Кроме того, отец Скотта был очень обходительным и приятным человеком и сразу же приглянулся Вивиан. Сразу после официального ужина дети отправились в город. А отец Скотта уговорил Вивиан остаться на выходные в его доме. Она не смогла устоять перед его ухаживаниями. Утром, конечно, она ругала себя, говорила, что между ними не может быть отношений. Потом она быстро вызвала такси и уехала, как провинившаяся девушка. Вивиан была уверена, что в силу возраста никаких последствий не будет. Но как же она ошибалась? В этот момент Вивиан вдруг успокоилась. Она села на кровать и сказала себе, что пора взять себя в руки и перестать плакать, малышам нужны мать и отец. Она достала телефон из-под подушки и позвонила Лауренсу. Стараясь скрыть слезы в голосе, Вивиан рассказала ему, что произошло. Когда она закончила, в трубке повисло молчание. Вивиан робко спросила, не хочет ли он что-нибудь сказать. Но Лауренс лишь спросил адрес Родома и сказал, что скоро приедет. А через час он вошел в палату с огромным букетом цветов. О, дорогая, я до последней минуты думал, что это шутка. Но когда я произнес твое имя и увидел лица медсестер, я понял, что это правда. Он подошел ближе, посмотрел Вивиан в глаза и поцеловал ее в щеку. Поздравляю, мамочка. И перестань плакать. Младенцы, это всегда здорово. Не волнуйся, мы справимся. Потом они вместе стояли у огромного окна отделения интенсивной терапии, глядя на младенцев, лежащих на руках у медсестер. Да, тут не отвертеться. Наши родимые пятна у обоих, тихонько засмеялся Лоуренс. Думаем, как их назвать. А Вивиан счастливо улыбалась, глядя на собственных малышей, и вновь переживала почти забытое чувство огромной радости материнства. Через месяц счастливые родители забрали набравших вес малышей домой. Лоуренс настоял на том, чтобы Вивиан с детьми переехала в деревню, поскольку детям лучше расти на природе, а не в задымленном городе. Вивиан с головой погрузилась в семейную жизнь. Благодаря заботам она заметно похудела и стала красивее. А может быть, это было влияние на нее неожиданного материнства и поздней любви. Лоуренс смотрел на нее сияющими глазами и был счастлив стать отцом и мужем в таком возрасте. Действительно, все складывается к лучшему.